Эльман Мехтиев Эльман Мехтиев Эльман Мехтиев Советник президента Ассоциации российских банков С октября 2015 Назначен на должность Исполнительного вице-президента АРБ В 2014 году Ассоциации менеджеров России Включен в список топ-1000 Российских менеджеров Категории директора По работе с государственными органами Вы за последнее время Выступили в роли Исследователя, если можно так сказать Проверили целый цикл бесед Их было 5 или 6 Только опубликованных Я знаю, что еще не все У нас были публикации По поводу поведенческого надзора Вы можете как-то сформулировать Общее впечатление От этих бесед Потому что они происходили С представителями разных сторон баррикад Если можно так выразиться У участников рынка Какое мнение По поводу этой идеи Ассоциации российских банков Существует Если я правильно помню По уставу Для того, чтобы представлять Защищать Представляете, защищать интересы банков И банковского сообщества Когда мы говорим Представлять, защищать И продвигать Да, вот общее слово И продвигать Все часто думают Что это достаточно Вот нам банки сказали Но банки сами регуляторы Говорят не хотят И РБ встал И донес Но в действии Это очень ограниченное Понимание того Что такое представление И защита интересов Защита интересов Не должна быть реактивной Защита интересов Должна быть проактивной Тогда С любым регулятором С любым надзором Есть возможность Не просто поменять На тему точку зрения Но и сказать Подожди Вот здесь экспертиза В случае с поведенческим Надзором Могу сказать откровенно Мы в ассоциации Российский банк В первый раз Об этом заговорили Публично для себя Заговорили Летом 15-го года 15-го Конечно же Сигналом было То, что сделал Регулятор Наш любимый По отношению Может быть Даже к другому Сегменту рынка К страховому Но мы как профессионалы Говорим Так, подождите Они это сделали там Завтра они это сделают здесь А послезавтра у нас Нам надо задуматься О том Что они сделали Как это называется Как это работает В других странах Чего нам нужно Сделать так Чтобы не повторилось Наступление на грабли Как в других странах И лучший способ Для этого Это дискуссия Но если мы хотим Показать дискуссию То мы должны показать Не точку зрения Одного человека Да, а как нас учат Учебники маркетинга И менеджмента Возьми все рыночные силы Или всех своих конкурентов И попытайся понять Что и как они Именно поэтому Выбор был очень простой Да, если мы Речь ведем О поведенческом надзоре Я пока не буду Давать определения Кто игроки Чьи точки зрения Будут иметь значение Для нас И для регулятора Для надзора Прежде всего Защитники прав потребителей Да, потому что Речь идет о правах потребителей Я бы сказал Прежде всего Сами потребители Да, ну понятно Что сами потребители Я же не буду Становиться на улице Спрашивать Я буду спрашивать Тех, кто является Их организованной силой И тут Я очень извиняюсь Но я должен сказать Что большинство Защитников прав потребителей Или те, кто так себя называют Действует Это бизнес Надо вещи называть Ради каких-то своих экономических целей И очень часто Их экономические цели Приходят в противоречие С тем, что действительно Нужно потребителям С кем надо поговорить Да, если речь идет о том Что это надзор над финансовым рынком Надо взять Три самых таких Больших сектора Да, три самых больших сектора Не по объему Может быть Но все равно Три самых Быстро приходящих Объекты Это страхование Банковское И микрофинансы Да Соответственно Нужно спросить Что они об этом думают Если проденциальный надзор Нам несет такие проблемы То поведенческий надзор По меньшей мере Может создавать Такие же проблемы Которые мы видим И проблема Которые мы видим В проденциальном надзоре Не в том Что мы не согласны С регулированием Идеальные цели надзора Оказываются искаженными Да Теми инструментами Средствами Которые используются Если говорить Совсем просто То очень часто Есть эксцесс исполнителя И вот этот эксцесс исполнителя Греген Шотч Именно поэтому сказал Поведенческий Регулятор Если ты хочешь Делать поведенческий надзор В кавычках Можем сказать Да Или отступая В скобках В котором важна Публичность Публичность действий И транспарентность действий Начни с самого себя И тут Хочешь не хочешь Есть большой переход К теме поведенческой экономики Когда Мы знаем Что люди поступают Нерационально А надзор хочет Чтобы мы Исходили с того Что они поступают Нерационально Тогда Что надзор Сам Суперрационален И вот эту дилемму Тоже мы попытались Сообщить Видите Казалось бы Простейшая тема Да Вот поведенческий надзор Пока мы даже не говорим Что это такое Даже не зная Формально Формально Что это такое Оказывается Есть По меньшей Мере Семь различных Точек И тогда Будет более-менее Картинка Для меня Лично Это первый опыт Такого Публичного Обсуждения Одной и той же Темы С разными людьми Этот пример Ценен тем Что можно Обсуждать Проблему Не тогда Когда она Уже ударила По голове А заранее Разглядев Чем она Может стать Вам кажется Что вы успели Заранее ее Разглядеть Если как вы сказали В декабре Прошлого года В стенах ЦБ Уже Обсуждалось Обсуждалось Знаете Вы исходите Наверное Из того Что ЦБ Знает все Я спросил У Банка России Вы обсуждали Я понимаю Что вы можете Не публиковать Протоколы Совета директора Банка России Но если Поведенческий надзор Как один из элементов Воздействия Использует То что называется Репутационное давление То есть Элемент Публичности Результатов надзора То вы по крайней мере Эти принципы должны были Опубликовать На что мне прозвучал ответ А если мы не договорились Вы хотите Чтобы мы опубликовали То о чем мы не договорились Вы им помогаете Договориться Я бы сказал бы так Мы Помогаем Донести месседж Сообщества И общества Даже я больше сказал Потому что мы говорим О рыночных силах Всех рыночных силах О том Что такое Поведенческий надзор Для нас Да Какие мы видим Проблемы и нюансы Чтобы не получилось Поведенческий надзор Это только вот это Нет Поведенческий надзор Это вот это Вот это Вот это Вот это И если мы хотим В конце концов Прийти к пониманию То что это поведенческий надзор Мы должны Не просто вначале Договориться о правилах игры Или об определении этого Но и в этом Первоначальном определении Иметь в виду Все то многообразие Которое уже высказано Может быть Избыточная философская Такая дискуссия Но не договоришься заранее О том Какая картинка будет В будущем Мы попадем не туда Давайте тогда все-таки Сформулируем Что такое Поведенческий надзор Потому что На мой взгляд Это Из Области Совершенно Субъективных Подходов К оценке Тем не менее Его хотят формализовать Как можно формализовать Критерии Сколько я не пытался Найти в научной литературе Определение того Чтобы поведенческий надзор Начну с того Что в России Я нашел только одну статью Правда Опубликованный в журнале Деньги и кредит ЦБшном Но даже там Не было такого понятия Поведенческий надзор Это действия Надзорного органа По сбору Обобщению И вот тут Очень важный момент И публикации Данных О фактах Взаимодействия Потребителей С Товарами Услугами Имеется в виду Финансовыми В данном случае Да С финансовыми услугами И их оценка Точнее оценка Этими потребителями Этих самых товаров И услуг Именно услуг А не организации Их предоставляющих И взаимодействие С организациями И их предоставляющими И принятие На основании этого Некоторых надзорных действий Я понимаю Что я как раз Сказал то самое Перечисление Но еще раз повторюсь Мы в начале пути Я пока не могу сократить Для себя Как профессиональный логик Это какое-то Самораскручивающееся Определение Но понимаете Я почему сказал Важная публикация Помните Даже в начале Я говорил Публичность Транспарентность Потому что В действительности своей Вы абсолютно правы Когда говорите Что это же что-то Субъективное Субъективное Перестает быть Субъективным Когда она Много раз Повторяется Разными Субъектами Она становится Некой объективной Оценкой Поэтому если Кто-то видит Что приходят Жалобы На одну и ту же Организацию На одну и ту же Проблему И эта организация Отписывается И клиент Не удовлетворен Ответом То значит Надо что-то Филармонии Подправить Если кто-то Может собрать Статистику Видеть Что жалобы Идут Не на одну Организацию Она вообще На все Организации На один продукт Грубо говоря Например На ипотеку Валютную ипотеку Не суть важно В каком она Банке Мы с вами Видим Этот момент Значит Что-то надо Поправить В филармонии И вот этот момент Как раз Мне кажется Очень важен Почему Он важен И с точки зрения Сбора этих данных С точки зрения Публикации Их В агрегированном виде Или В виде Так сказать Каждая строчка Каждая жалоба Отделена Убрав персональные данные Он важен Еще не только Потому что Он дает Надзорному органу Право Что-то делать Даже Может быть Еще нету Жалобы На меня Как на банк Или на страховой компании Не достигли Критического уровня Но я уже вижу Проблемы Этого рода У другого Я хочу быть лучше Чем мой конкурент Что я начинаю делать Это и есть Самый превентивный Как раз В том числе Это превентивность Действительно Это много Такая Не то что Многомерная вещь Но многосторонняя Многофакторная вещь Но Самым главным Для меня В этой вещи В эффективности Поведенческого надзора Является его публичность Время События Люди Города Дороги Сети Мнения Рынки Информация Портал Финверсия Финансовая версия Происходящего Ведь вы на эту тему Немного даже поспорили С своим руководителем То бишь Горегином Ашотовичем Тасуняном Который на мой взгляд Опять же Меня как человек Все-таки Смотрящего со стороны Совершенно справедливо Сказал Что ЦБ В настоящий момент Ведя протенциальный надзор Вовсе не пытается Его выносить В публичное поле До тех пор Пока Собственно Не происходит Отзыва лицензии Или каких-то ограничений По операциям у банка Именно с той точки зрения Что это может повлиять На деятельность Устойчивость На устойчивость Кредитной организации Отличие А если мы делаем Поведенческий надзор Открытым И публичным И что? Ну вы знаете Одно дело Это народные рейтинги На разных Сайтах Где обсуждают Какой плохой банк А И какой хороший Банк Б Но когда Это публикуется На сайте регулятора Какой плохой банк Б На него столько Много жалоб Вот тут Мне кажется Что происходит С банком? Вы знаете Устойчивость Тоже может пошатнуться Я бы из него с удовольствием Точнее не с удовольствием А как можно быстрее Свои деньги бы забрал Пруденциальный надзор Всегда вверх берет Над поведенческим Не в том плане Что забудем Про защиту прав потребителя А в том плане Что Так Вот есть нарушение По этому нарушению Банк мог заработать Берем в случае Белсфарга Штрафы Могут быть существенно Больше того ущерба Который банк Мог нанести Своим клиентам Но штраф Никогда не будет Таким Чтобы свалить Этот банк И с появлением Этого поведенческого надзора Нет ли Желания Мысли В этом направлении Работать Именно для того Чтобы Иметь некий Собственный Орган По борьбе С жалобами потребителей Если Сводить весь Поведенческий надзор Вот только до них У банков Не будет СРО И им не разрешат Создавать СРО Не потому что Банки Прямо регулируются Регулятором и надзором А по одной Простой причине Уважаемые банки Пока вы хотите Чтобы была Государственная Система страхования Никакого Саморегулирования Теоретически Практически Быть не может Можно назвать Это саморегулированием Но В таком случае Вы должны решить Вот Если банки Готовы отказаться От государственной Системы страхования Вкладов Что означает Убрать Регулирование Которое Является Гарантом Того Что в системе Страхования Вкладов Не играют Ни с чем Я имею в виду Банки Правильные банки Там находятся Тогда Может быть Вам дадим Немножко Саморегулирование Поэтому Нету Саморегулирования На банковском рынке Не потому что Это не включено В 223 закон Или в 315 Или в любой Другой закон А потому что Это цена Которую банки Платят За существование Государств Системы страхования Вкладов По поводу того Что вы сказали СРО тут ни при чем Ваш вопрос Чем мне очень нравится Тем что Вы не поверите Но мы даже Не задумываясь О поведенческом надзоре Сделали один шаг В 2010 году Который для нас И я об этом сейчас Откровенно говорю Является Единственным способом Ответа Смотрите Что такое поведенческий надзор Я же сказал Да Это работа с жалобами Де факто Вы Банк России Спасибо Там сидит Роспотребнадзор Да Где-то еще сидит Администрация президента Куда жалуется потребитель В банк В АРБ Нет Он жалуется везде Везде абсолютно Если мы Как банки Хотим лишить Надзорный орган Источника жалоб Мы не можем сказать Потребителю Не пиши жалоб Это не просто Нарушение Его конституционных прав Это как Одна дама сказала Мы говорит Закрыли дверь Они все равно В окно Нам несут депозиты Значит Тогда нам нужно Сделать что Нам нужно Создать орган Независимый Куда они Эти жалобы С радостью понесут Как вы думаете Мы такой орган Создавали? Я думаю Да В августе Десятого года Десятого года Институт амбудсмана Поэтому сейчас Да Мы говорим Что нужен закон Об амбудсмане Ассоциация российской банки Говорит Да По одной простой причине Экономической Даже может быть Слишком Казалось бы Неправильно Но я должен Это сказать Все эти Шесть лет с лишним Ассоциация российских банков Одна Несет расходы По существованию Института финансов Амбудсмана Павел Алексеевич Мне рассказывал Да И мы не потому Требуем Чтобы был принят закон Чтобы с нас Сняли расходы А потому Что дальше Невозможно Или закон будет И тогда все Ступят в систему Амбудсмана Или закон не будет И тогда все Ступят в систему Амбудсмана Когда почистят на себе Силу поведенческого надзора Если я хочу Чтобы жалобы Не попадали к вам Или к Роспотребнадзору Или в администрацию президента Я должен сделать Какой-то институт Гражданского общества Который будет Эффективнее Для потребителя Чем все остальные Надзорные органы В 2010 году Когда мы придумали Не придумали Когда мы создавали Институт финансов Амбудсмана Никто не говорил О поведенческом надзоре Но задача Переключить Куда-то Все жалобы Уже стояла Потому что Тогда было то время Когда все жаловы С Роспотребнадзор А он А он очень активно Работал Тогда очень активно Работал Потому что Была проблема Так называемой Комиссии по судному счету Если поведенческий надзор Будет работать Правильным образом Полным Совершенным Я бы сказал Даже Перфекционистским образом Тогда у рынка Ничего не останется Кроме как Создать некий институт Который на себя Будет перетягивать жалобы Мы не можем сказать И никто никогда не скажет Вот это количество жалоб Много А вот это много Мало СБ вынужден будет Формализовать этот подход Формализация подхода Будет стоять в очень простом Вече Как в статистике Если в среднем По больнице Температура 36,6 А в конкретного больного 38 Значит нужно лечить Этого конкретного больного А не пытаться Перестроить всю больницу Как же тогда Разница в масштабах Бизнеса На условный Сбербанк Условный Крупный банк Всегда будет больше Жалоб Чем на мелкий Отлично Но Дальше мы можем сравнить Количество клиентов В этом условно Крупном банке С количеством клиентов То есть нужно Смотреть на количество Жалоб Будут формальные Какие-то Это не формальные Это методики оценки Понятно что Банку которого Полмиллиона клиентов И банку которого Сорок миллионов Клиентов Будет разное Количество жалоб Но дело даже Не в разном количестве Жалоб А в уровне Удовлетворенностей Ответов На эти жалобы Вот чем мне нравится Американский регулятор В том что Мы не анализируем Ваши жалобы До той поры Пока вам Не ответит банк И у вас 30 дней На то чтобы Сказать Я недоволен Ответом банка Пришло 100 жалоб На суперкрупный банк Он На 99 Ответил На 98 Из них Клиенты довольны Надо анализировать Одну жалобу Из 99 Вот вам и коэффициент Один из 99 На другой банк Пришло 5 жалоб Он дал 5 ответов 4 ответа Извините Пусть будет Опять же Одну заберем 30 дней 30 дней Он не уложился Все 4 Не удовлетворили Куда надо идти Я вас понял Я общался В начале года С Дмитрием Тепринским Из НАПКИ Который Рассказывал о том Что после введения В силу закона О коллекторах Количество жалоб Выросло Достаточно Значительно Правда Он объяснял Что жалобы Были связаны Исключительно С технической стороной Вопроса Но тем не менее Нет опасения Того Что регулятор Захлебнется В какой-то момент Прям Когда Когда потребителям Станет известно Что Можно Ну Мой грубый ответ Был бы Пусть регулятор Санчет Избирается Но Одна из вещей Которые Нужно признать За регулятором Да Он не стал Говорить даже О поведении Складзоре Пока не завершил Или скажем так Не подошел К завершению Проекта Который Называет Жалобы Как подарок Они создали Два Мощнейших Колл-центра Они готовы К росту Жалоб Если не ошибаюсь За прошлый год Жалоб Была подана Больше 100 тысяч Да Роспотребнадзор Давно уже В своих годовых Отчетах Признал Что количество Жалоб Роспотребнадзора Не растет А количество Жалоб В ЦБ Растет Да Надо конечно Завершить Эту игру Чтобы распотребнадзор Вообще не занимался Защитой прав Торбителя Финансовой Условки Чтобы не было Вот этого Специалисты По грузинскому Вину Занимались Депозитами Вот Но В действительности Все очень просто Будет много Жалоб Будут анализировать Причины Будет мало Жалоб Будут анализировать Причины Но Мне кажется Эффективность Регулятора Должна состоять Не в том Что сколько Жалоб Он может Обработать А в том Что он может Выявлять Те жалобы Которые Точнее Те проблемы Которые Действительно Клиенты Не удовлетворены И решать Потому что Еще раз Вот тот пример Который Приводил Да Может быть Что это Проблема Продукта В целом По рынку Нужно Менять Регулирование А может Быть Это Проблема Конкретного Банка Который Решает Все Проблемы Только В ручном Режиме И С Периодичностью Раз В год В публичной Сфере Происходят Проблемы С Коллекшеном Этого Банка